так если мы просили мораль я ответил мораль а если у вас есть ответ математически 8 или 9 если это нужен был математический ответ я бы ответил точно ну здравствуйте меня зовут евгений ширяев и вы на канале негодяй тв я не знаю что со мной творится я вчера поехал в центр города санкт-петербурга чтобы снять для вас какое-нибудь хорошее полезное видео и полтора часа я ходил и не мог настроить себя на то чтобы поставить камеру и начать снимать такое бывает иногда и такое случилось со мной и вчера и сегодня я сейчас встал поставил на штатив камеру и чувствую себя странно молодой человек здравствуйте не хоть не хотите меня времени туда тридцать сюда такая вот история у девушка здравствуйте я вас знаю мы ходим в один тренажерный зал мы вправду с ней ходим в один тренажерный зал она посмотрите и она сделал вид будто бы она вообще меня не знает какое-то неловкое ощущение того что люди которые на меня смотрят думают что я уберите от экрана детей долбоеб это какой-то вот приходящий эффект неуверенности себе которые естественно надо надо как-то загашивать здрасте не хотите пообщаться со мной на скрытую камеру не хорошо здрасте пообщаемся на скрытую камеру здорово можно вас поближе сюда секундочку посмотрим как-то солнышко стало лепить в эту сторону давайте камеру поверну полялякайте с нами на скрытую камеру как делишко очень жарко как вас зовут виталий виталий меня зовут евгений очень приятно взаимно сколько километров ну сегодня 5 я после большого перерыва решил снова тренироваться судя по пузине которая вот свисает да я вчера купил специальные весы они мне сказали что чувак пора бегать и вот снова план тренировок все вперед это мой канал на ю тубе негодяй тв я два дня как-то скованно отношусь к тому чтобы снимать видео стесняюсь находите во всем плюсы вы стесняетесь значит у вас есть совесть и она какие-то запросы подает я же к гриви очень приятно что снимают что происходит я реально не уверен себе сейчас общаюсь с вами как будто первый раз с кем-то общаюсь а вряд ли это так если вы говорите не уверена себе значит вы наверняка в себе уверены и осознаете это с этим боретесь ты не пахнешь all space не так когда подмышкой поброешь не жжет жжет нельзя брызгать сразу после того как побрился вообще брить подмышки нужно после того как ты помылся а не до есть такая поговорка дурак который знает что он дурак уже не дурак ты знаешь сократа лично не знаком но не лично но зачем но это древний греческий философ сейчас я вам расскажу одну историю сократу подходит человек как назовем этого человека какое время черт не не скажу подожди серёга серёга степан 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 подходит к сократу он говорит сократ у меня для тебя история вообще сумасшедшая про твоего друга между прочим что твой друг всем про тебя говорит эту историю нет и уже начинает и будет стопы гать стой 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 ты что хочешь мне эту историю рассказать он говорит да я хочу тебе рассказать об этом вот серёжа подожди давай сейчас эту историю мы с тобой через три сито что через сито делают да пропустим прогоним прогоним да какие ситы подожди первое сито это сито правда ты уверен вообще в этой всей истории он ну как бы не особо мне рассказали но слушаем в итоге второе сито это сито добра эта история которую ты сейчас не хочешь рассказать она сделает нас добрее поможет мне нечёт ли на добре она меня расстроит он говорит ну да тебя вся эта хрень растоит он в итоге третье сито это сито пользы полезная для меня эта история он говорит ну в целом пользы особо нет пользы нету но он говорит стопы ты хочешь мне историю рассказать непонятно вообще правда это или нет то есть возможно это и неправда который не принесет мне пользы я еще и за ней расстроюсь зачем же ты хочешь мне рассказать на кой ты мне хочешь все это рассказать зачем да 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 в чем мораль прекрасная история но на самом деле это очень сложная ситуация один хочет рассказать потребность в общении даже он не разносит слухи это обычная его реакциям в этом нет ни слабости не подлости он может быть хотел помочь сограду сократу поделиться информацией не знаю что это может его расстроить не будучи уверен что это правда не осознаю вая но если бы он этого все осознавал но вряд ли у людей было бы вообще общение люди бы общались наверно телепатически потому что общение это ошибки разочарование редко чтобы сто процентов общения несло удовольствие обоим собеседникам поэтому ничего плохого там не произошло просто сократ был на шаг впереди есть еще очень похожий афоризм прежде чем ответить на вопрос подумай что вы собеседник на самом деле хочет спросить тогда твой ответ будет верным очень очень похож на эту историю поэтому когда у тебя коллега по офису спрашивает а у тебя есть телефон серёги как ваша история прежде чем ответить на вопрос подумай а для чего это спрашивает не будешь ли ты делать чужую работу а не берешь ли ты ответственность на что-то другое ведь ты один раз дашь телефон серёге потом тебе скажу что серёга не отвечает что это за серёга или я твою серёгу позвала кафе мне положить в ванной комнате а серёга положил криво и подумай а стоит ли давать телефон серёге а стоит ли рекомендовать серёге подумает для чего тебе этот вопрос задали ведь не так все просто ну или как в общении девушка который час не подскажется как пойти к библиотеке на самом деле в этом вопросе кроется не только желание узнать информацию про время или библиотеку желание познакомиться поэтому собеседник сократа сергей вряд ли хотел рассказать слух вряд ли хотел его обидеть и вряд ли хотел перенести неправильную информацию просто хотел пообщаться что является потребностью всех социальных существ и которую вы не можете удовлетворить на этой улице так долго как много слов то вы наговорили так если мы просили мораль я ответил мораль а если у вас есть ответ математический 8 или 9 если это нужно было математический ответ я бы ответил точно а если уложиться в одно предложение 12 слов это очень трудно это может сделать либо глупец либо мудрец как я могу быть еще короче чем сократ когда он отвечал тремя ситами вряд ли мудрее чем сократ ну если очень рад как ответил в мораль любность в общении потребность это притча да это при морале и притча седник имеет такую же потребность в общении как и сократ но сократ имея свою мудрость немножко фильтрует это общение и отфильтровывать не нужно ему вряд ли мы можем делать как сократ может быть мораль в том чтобы чуть-чуть фильтровать общение но главное делать это по-доброму потому что любое негативное фильтрование вызовет у собеседника негативную реальность мораль в том что но вообще если так это интерпретировать чувак жил тысячи лет назад и степан или сократ у него вы жили тыс они оба встретились поэтому просто в нашем современном мире информации становится все больше и больше из каждого угла телеграм-канал те что-то говорит там соцсеть тебе что-то говорит и как бы тяжело сохранять ясность ума и поэтому чертов сократ был прав еще тогда давным-давно он знал он знал фильтры информации очень важны и если что-то не является неправдой не несет себе никакую пользу и еще при этом является какой-то негативной информации которая тебя скорее расстроит там как-то на тебе плохо скажется то к черту нужно фильтровать это и это твоя зона ответственности там не допускать это говорит людям чтобы они этого с тобой не делали причем очень интересно сама структура да то есть самое первое главный фильтр это правда да то есть если ты уверен что это правда стопроцентно правда вы правдивая информация реальный факт то ну видимо приходится пропускать дальше потому что у нее есть один из этих критериев все равно очень важно сохранять все три пропускать такие такую информацию которая содержит все три критерия до этого мы общались с виталя нам не виталик стоял здесь он менеджер у него была совершенно другая мысль и он вывел другую мораль из этой истории я к чему это говорю что у каждого человека будет свое абсолютно мнение но это понятно мы все разные существа пускай эти прекрасные зрители которые смотрят этот чудесный видос в комментах также напишут в чем они уловили мораль этой истории прекрасные зрители напишите комменты мораль истории у вас один фиг она своя напишите ее лично мое мнение можно уложить в одно словосочетание поменьше пустозвонить трындеть по беспонту сплетничать тоже все шляпа ни к чему хорошему она не при ве идет лучше молчком сидеть всю жизнь были на старости вот такая вот такая мораль последняя история хорошо предыдущая была последняя я не настаиваю на пожалуйста говорите или вы все таки настаивание не просто сказали последний вопрос а сейчас последняя история я много чего говорю я как этот человек который к сократу подошел много муки во рту толком ничего полезного и адекватного нету в поезд до купешку так заходит пожилой мужчина со своим сыном сыну 20-25 лет окей там уже сидит парочка такого элегантного возраста мужчина-женщина поезд тронулся сын сможет в окно и на эмоциях сразу же папа говорит смотри смотри в окно говорит облака бегут бегут смотри мы едем они бегут 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 и это пара мужчина-женщины смотрит на него и думать ну вот это плудничок у нас такой папа но не врубается чтоб чувачок молодой с приветом немножко на их немножечко это напрягает они уже чувствуют что он с приветом папа смотри деревья деревья тоже дери бегут 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 они думают ёшкин кот вот попали да блудняк два дня ехать с таким пассажиром потом пошел дождик он так окошко приоткрыл руку высохли капли падают капли падают я же вижу вот они капают я чувствую а батя ни в чем не бывало сидит улыбается башкой своей кивает но они сидят и так тихонечко к мужчине обращают взрослым будет извините гад конечно это не наше дело но мы знаем хороших врачей которые в целом могут помочь и вам бы стоило конечно обратиться в клинику раз у вас на такая история и отец говорит а мы только что из клиники сегодня будет первый день как мой сын видит в глазами я прям в горле плакать хочу все время в чем мораль брат ну насколько я вижу и насколько для меня эта история во первых мне очень не понравилось эээ поведение этой пары элегантного возраста потому что это такое нарушение границы да элегантный возраст это сколько лет это то как ты сказал я не определяю но для меня ну как я себе в голове это к сорокетику к сорок два сорок сорок пять плюс я себе представил что это такое не знаю почему и но история в том что как бы представление людей они не всегда и далеко не всегда являются правдой часто это какие-то домыслы фантазии человек не понимает что ситуация может оказаться гораздо шире чем чем тебе кажется надо на самом деле и существует гораздо больше трактовок какой-то ситуации чем то которые у тебя есть в голове это если у тебя что-то есть голове это не означает что сто процентов отображает истинную картину мира не все таким как она кажется первая мораль которая очевидна вторая мораль есть счастье которое кажется недоступным или наоборот есть удовольствие которое для всех кажется нормой а для кого-то это счастье или есть события которые могут изменить жизнь человека или есть люди которые день назад или два были в гораздо более худшей ситуации чем вы и по сравнению с вашими неурядицами в семье или на работе отсутствие зрения перевешивает все ваши так сказать проблемы поэтому тут два урока и его счастье и то есть ситуация что было до этого они проигрывали в обоих ситуациях сейчас они но с другой стороны вполне вероятно что эти добрые люди после этого ответа отца вполне адекватно ко всему будут относиться и прекрасно они проведут два дня наверное во владивосток едут судя по сроку длинному такому два дня ехать я думаю больше ну да раньше было шесть дней фильме поезд идет на восток сейчас все-таки другие технологии вот как бы и все скажи им чтобы они тоже написали свою мораль по поводу этой истории там нужно будет смонтировать этот момент а вот сейчас нужно поставить на паузу прежде чем я расскажу что я вижу на этот счет и написать свой мораль в коменте а то они послушают мою историю ну мою трактовку и скажут ну да и не захотят писать они такие это так работа что ел на завтрак еще не завтрак да ты чё у тебя в зубе застрялся со вчерашнего дня что ничем не застрял все нормально ну слава богу могу визитку оставить ничего себе вдруг понадобится что очистить авторские права очистить авторские права называется ничего себе просто некоторых людей когда в эфир пускают надо отдавайте мы это самое но стрелку это рекламу для не как мама вам нужна такая реклама будет у нас спасли на будет эффективно да привет я виталий продам что угодно инженер систем отопления да или да это не это неважно я продаю вот такой есть код да вот на него можно навести и все будет хорошо его такие номера телефона вот пожалуйста пожалуйста это виталий приятный мужчина с которым мы сегодня познакомились спасибо вам большое телефон вам оставил так что если будут вопросы звоните до свидания часто мы думаем и додумываем за людей того чего нет и это наша ментальная иллюзия про других людей а на самом деле все это совершенно не так напишите в комментариях все моральные мысли ушки которые вы думаете нужно написать а под конец слова чупа чупс спасибо всем респект и уважение конкретно глобально сексуальное уважение всем что такое ребят не знаю чтобы два дня прикиньте вчера не мог не мог заставить себя снимать и сегодня как вяленая тухлая рыбешка стою здесь как поймет медвежачий как вымя кошачья как пчелиная пысочка молодежь смеется все выключаю спасибо а